Представим ситуацию. Человек, допустим, находится в пути. И заканчивается время молитвы Зугар, настало время молитвы Аль-Асар. Однако он не совместил Зугар с Асаром, и во время Асара он должен добраться домой. Дозволено ли ему в таком случае совершить молитву Зугар и Асар вместе, уже находясь дома во время молитвы Аль-Асар? То есть не совершать их в пути, отложить их совершение на потом, когда он уже доберётся домой. Да, это является дозволенным в том случае, если молитва Аль-Асар начинается в тот момент, когда он находится ещё в пути. То есть до того, как он прибыл на свою местность, к себе на родину, или туда, где он собирается останавливаться и жить, наступило время молитвы Аль-Асар до этого момента. И поэтому Ибн Кадам, архимагуллах, говорит, если человек объединяет две молитвы во время второй, то учитывается наличие уважительной причины во время наступления, времени второй молитвы. То есть уважительная причина, какая в данном случае, это путь. То есть человек находится в пути во время наступления времени второй молитвы, а в данном случае молитвы Аль-Асар. Если же, дальше говорит Ибн Кадама, если же причина сохраняется до входа или до наступления времени второй молитвы, то объединение разрешается, даже если причина затем исчезнет. То есть время настало всё, причина уже сохранилась. Время настало, пока человек был в пути. Потом уже что? Эта причина исчезла. То есть он уже прибыл с пути, уже вернулся с пути. Но несмотря на это, объединение ему разрешается. То есть ему дозволено. Почему? Потому что так как обе молитвы стали обязательными для него, и он должен их выполнить. Однако это касается именно объединения. То есть ему дозволено объединить эти молитвы, но не дозволено их сокращать, потому что он уже не находится в пути, он уже находится в своей местности. И Чех Малфеймин, архимагуллах, говорит, что важно, где совершается молитв. Важно то, где совершается молитва. Если человек совершает молитву в своей местности, то есть не в пути, то должен молиться полноценно, полностью. То есть четыре рогата. Если же он совершает молитву в пути, тогда что сокращает? Вне зависимости от того, застал ли он время молитвы в этом месте или до него. Это же касается и молитв Магрибс Айша, то есть тех молитв, которые дозволено объединять во время пути. Малфеймин, архимагуллах, говорит, Магрибс Айша, говорит,